Вот на этом месте еще в прошлом году рабочие раскопали траншею, несмотря на то, что государственная инспекция по охране объектов культурного наследия запретила проводить здесь такие работы. Дело в том, что здесь находится старинный некрополь. На этой территории может находиться могила известного русского архитектора Матвея Казакова. Здесь захоронены известные духовные лица, такие как архиепископ Ренарх, архимандрит Иоанн, представители известных фамилий и благотворители Рюмина, Нарышкина, Дубовицкий и не только. Однако собственника территории информация не остановила, и он решил проложить здесь монтаж подземных инженерных сетей. В 2019 году собственник земельных участков, которые попали в границы этого археологического памятника, решает оспорить решение государственного органа, принявшего их на государственную охрану в качестве археологического объекта. Как специалист я был приглашен в зал судебного заседания, и на протяжении нескольких заседаний мы предоставляли в суд убедительные детальные доказательства проведения археологической разведки, архивные материалы. И в результате нам удалось убедить суд в том, что данные земельные участки действительно содержат предмет охраны, то есть объект археологического наследия, в данном случае это большая часть некрополя Свято-Троицкого монастыря. Известно, что старинный некрополь находился не только на территории храма. Свято-Троицкий монастырь сильно пострадал в советские годы, его территория была усечена. Был построен забор, разделяющий территорию монастыря практически посередине, и кладбище в том числе тоже было разделено, и поэтому останки могли быть как на территории монастыря, так могли остаться и на территории завода автоаппаратуры, который был там построен. И самое известное захоронение здесь – это могила Матвея Федоровича Казакова, прославленного архитектора. В 1812 году он, спасаясь от наполеоновского нашествия, двигался из Москвы, проезжал через Рязань, и здесь, будучи в преклонных летах, скончался и был похоронен, согласно метрической записи, на территории Троицкого монастыря. К сожалению, так как впоследствии кладбище было разорено, могила его оказалась утраченной, но известно, что погребен он был за алтарем Сергиевского храма. Надгробие не сохранилось, но останки его покоятся в этой земле. Известно, что закон запрещает строительство новых зданий, уничтожение природного ландшафта, прокладку коммуникаций, проведение любых земляных работ без предварительных археологических исследований. Дело о старинном некрополе Свято-Троицкого монастыря – тот самый наглядный пример, который показывает, что игнорировать запреты на проведение тех или иных работ на месте памятников культурного наследия нельзя. Ведь повредить можно редкие и уникальные вещи, которые мы можем видеть на территории некрополя Свято-Троицкого храма. Это надгробная плита конца 17 века. Подобных надгробий в Рязани нам неизвестно в такой сохранности. Вы видите, что ее периметр украшен характерным орнаментом. Здесь же помещена рельефная розетка. Крест, сразу скажу, что более поздний, положен сюда представителями монастыря, но не сильно влияет на восприятие памятника. Кому принадлежало это надгробие? Эпитафия у нас сохранилась. Здесь написано, что в лето такое-то, здесь год пропущен, представился инок, схимник, филарет, новгородец. Очень интересное захоронение, которое характеризует принадлежность погребенного к представителю не Рязанской, а Новгородской епархии. И понять, кто был похоронен под этим камнем, предстоит путем исследования архивных документов. Археологи надеются, что рабочие, которые проводили монтаж подземных инженерных сетей здесь в 2019 году, не повредили останки надгробия легендарного архитектора Матвея Казакова. Им еще удастся их здесь обнаружить. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».